МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бийском драматическом театре накануне празднования учителя собрались лучшие представители системы образования Наукограда. Отметил значимость учителей и их вклад в обучение подрастающего поколения Бийска глава города. Город Бийск славится тем, что у нас очень профессиональный, очень хороший преподавательский коллектив, учительский состав. Наставники. В этот год, год педагога и наставника, это особо важно. Вы идёте много со временем. Поэтому большое вам спасибо за воспитание наших детей, за воспитание нашего будущего поколения. С праздником, дорогие наши учителя и преподаватели. Отсюда. В ходе торжественного мероприятия учителя, преподаватели, воспитатели были отмечены заслуженными наградами городского, краевого и федерального уровня. В числе награждённых учитель истории гимназии номер 11 Чусова Наталья Николаевна, обладатель премии президента России лучшим педагогическим работником. Это просто все заслуги, которые были за все предыдущие годы. Все конкурсы, участие моих, моих учеников, естественно. Всё это вместе дало вот такой результат. Я стараюсь просто наладить контакт с детьми, с каждым ребёнком, с разным классом. Естественно, это пора. В пятом классе ребятишкам нужен один подход, в одиннадцатом совершенно другой. И вот такое доверительное отношение с учениками, оно позволяет добиваться каких-то результатов. На сегодняшний день в системе образования Бийска работает более трёх тысяч сотрудников. Более двух с половиной тысяч – именно педагоги. Это и молодые специалисты, только начинающие свой путь в сфере образования, и опытные учителя-стажисты. Сегодня средний возраст педагогического состава – 46 лет. Это можно сказать, что у нас достаточно хороший профессиональный коллектив. Молодые, конечно же, вливаются. В этом году порядка 30 молодых специалистов влились в коллектив системы образования. У нас достаточно много педагогов-наставников, которые берут этих молодых специалистов и ведут. Найти ключик к каждому ученику, заинтересовать своим предметом – именно в этом кроется секрет успешного учителя. Ведь учитель – это больше, чем профессия. Учитель – это призвание. Дарья Федоркина, Евгений Казанцев. Будни. Ко дню учителя мы продолжаем репортажи об уникальных педагогах города. 30 лет стажа, а началось всё с любви к футболу. Благодаря учителю физкультуры Юрию Миляеву стадион школы номер 3 известен не только в Бийске. Как не потерять интерес к профессии и придумывать новые проекты, узнавала моя коллега Юлия Цапко. Сейчас спиной вперёд, поэтому аккуратно, неаккуратно, дистанцию и главное соблюдаем. Пошли, Юж, пошли. Не сразу педагог физической культуры Юрий Миляев нашёл своё призвание. Вначале по настоянию отца поступил в Бийский политех. Но вовремя понял, что работа на оборонных предприятиях не то, о чём он мечтал. Найти свой путь помогла любовь к футболу. Я сам с детства в футболе, с 6 лет занимаюсь футболом, полупрофессионально, так скажем, в высоких командах не играл. И на разные причины. Но так вот прям футбол один не скажу, потому что для того, чтобы играть в футбол, нужно заниматься всеми видами спорта, быть развитым. Нужно быть умным, потому что прежде чем что-то выполнять, движение какие-то ногами, руками, нужно подумать. После института работал в школе номер 29, потом в 39-й. И везде начинал с обустройства школьного стадиона. После уроков брал в руки лопату и притворял в жизнь благоустроительные планы. Да так, что потом на этом стадионе проводили спартакиады города по футболу. В 2006 году Юрий Иванович пришел работать в школу номер 3. И все повторилось сначала. Правда, в более крупном масштабе. Появилось поле для мини-футбола. Кстати, в этом году его полностью обновили. И команды Бийской зоны именно здесь проводили игры чемпионата края. Трибуны, раздевалки, баскетбольная площадка. Сегодня хозяйство большое и за всем нужно следить. Порвались баскетбольные корзины? Заменить. Подросла трава на стадионе? Скосить. Чтобы объяснить вам, насколько наш герой погружен в свою профессию, вот небольшой пример. Здесь, на баскетбольной площадке, рядом стоящие тополя дали корни. И эти корни стали вырывать покрытие площадки изнутри. Юрий Иванович вырезал каждый квадратик покрытия. Убирал, выкорчевывал корни и потом все возвращал на место. В свободное от уроков время. Зимой школьный стадион превращается в большой каток. Впервые Юрий Миляев организовал этот проект 15 лет назад. С тех пор он редко пустует. Стадион доступен для всех и кататься можно бесплатно. Сюда приходят целыми семьями. Давай! Еще, 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 аккуратно, аккуратно. Но Юрий Иванович не только ведет уроки физкультуры. Для школьников работает секция футбола. Занимаются и хоккеем с мячом. Его юные футболисты ездят по соревнованиям. Как говорится, Барнаул брал, Казань брал. А в этом году и Москва покорилась. На всероссийском турнире по дворовому футболу в своей возрастной группе его ребята стали пятыми в стране. Это командная игра. Я очень люблю свою команду. Я в ней главный, то есть я капитан. Ну, наверное, это просто большие эмоции, когда ты забиваешь, когда ты побеждаешь. Да, конечно, бывает без огорчений, но принимать проигрыш надо обязательно. Ну, это спокойно надо все делать. Мы вот, насчет Юрия Ивановича. Юрий Иванович очень добрый. Он научил меня играть в футбол, показал мне, как надо правильно что делать. Вместе с Юрием Ивановичем мы ездили на всю Россию очень один раз. Много раз мы ездили в Барнаул просто играть, потому что мы выигрывали в наших близких. И ездили дальше. Наш Юрий Иванович добрый, понимающий, хороший. Всегда поможет, если надо. Всегда можно спасить, ответит. Как отмечает сам педагог, он никогда не жалел о выборе профессии. Хотя за годы работы произошло много изменений. Стали другими дети, родители, учителя, методы и условия работы. Я никогда не жалел. В принципе, это мое призвание. Я люблю работать с детьми, с одаренными особенно детьми, которые хотят чему-то научиться. Сегодня такие педагоги на вес золота. Немногие готовы тратить свое время и помимо уроков, планов и прочей бумажной работы, придумывать новые проекты. А все для того, чтобы у детей была альтернатива гаджетам. И они все-таки выбирали здоровый образ жизни. Юлия Цапко, Евгений Казанцев, Будни. И к другим новостям. Пьяный водитель устроил массовое ДТП на зеленом клине. К счастью, в аварии пострадали только автомобили. Лихач на Тойоте ехал по улице Стахановской. Повернул на машиностроителей, но не справился с управлением. И на скорости перелетел через бордюр. Врезался в ряд припаркованных машин. Пострадали три автомобиля. Сотрудники госинспекции на месте провели освидетельствование водителя. Цифры показали больше одного промилля при норме в 0,16. Теперь водителю грозит как минимум лишение прав и серьезный штраф. К счастью, у водителя-виновника аварии был полис ОСАГО. Значит, пострадавшие добьются компенсации. И в продолжение автомобильной темы. Средняя цена ОСАГО в России выросла за год на 22%. По данным Центробанка, полис значительно подорожал для водителей, которые неоднократно попадали в аварию, а также для молодых и неопытных автомобилистов. При этом порядка 60% всех договоров заключены именно с водителями с нулевым стажем. А для них ценник вырос в среднем на 8%. Несмотря на это, в первом полугодии 2023 года было оформлено более 19 миллионов страховок. Практически на 3,5% больше, чем годом ранее. Люди начали активно покупать новые автомобили после расширения предложений от отечественных и китайских производителей, считают в Центробанке. По оценкам ряда экспертов, средняя стоимость ОСАГО к началу 2024 года может достичь 7,5 тысяч рублей. На Ковалевском озере установили фонари. В Бийске активно взялись за благоустройство одного из последних водоемов в черте города. Как раз, чтобы не дать ему погибнуть, местные активисты взяли под свой контроль ситуацию. В августе на озере прошел Большой субботник. Местные жители расчистили берега Ковалевского от камыша и ив. Провели уборку территории. На эти работы ушло два дня. Подключилась и мэрия города. Помогли тяжелой техникой. Тогда же активисты в общении с совместителем главы города затронули тему благоустройства территории. Первые итоги уже есть. Установлены мусорные баки. Специалисты Бийск Свет смонтировали ряд фонарей освещения. И наличие фонарей здесь очень важно. Потому как вдоль озера проходит тропинка, по которой ежедневно ходят школьники. А летом на обмелевших берегах допоздна засиживаются отдыхающие. Кстати, не только местные, но приезжают туда со всего Бийска. Купаться и загорать хотят и местные жители. Мамочки хотят прогуливаться с колясками беспрепятственно. Дышать, показывать, что мы здесь выросли, мы здесь родились, мы купались здесь. Чуть-чуть рекламы. Не переключайтесь. Семинары, тренинги, совещания, презентации. Бийская медиагруппа предоставляет современный зал для проведения деловых мероприятий. Вместимость до 40 человек. Профессиональное оборудование – зона для кофебрейка. Подробности по телефону 313115. Актеры Бийского драматического театра вернулись домой с гастролей. Несколько дней провели в Ярославской области и представили на суд зрителя 4 спектакля. Как бийчан встретила искушенная публика Центральной России? И что отличает наш Наукоград от древнего и культурного города Рыбинска, актеры рассказали на пресс-конференции. Последняя турная актеров Бийского драмтеатра проходила в 2012 году. Новая поездка состоялась благодаря федеральному проекту по обмену театральными труппами «Большие гастроли». Наших артистов пригласили в Ярославскую область, город Рыбинск. Сегодня мы открываем трехдневные обменные «Большие гастроли» с городским драматическим театром города Бийска Алтайского края. Показали четыре спектакля «Простая история», «Две дюжины алых роз», «Восемь любящих женщин» и «Музыкальную сказку для детей», «Летучий корабль». Постановки выбирали по принципу нравиться и зрителям, и исполнителям. Наши артисты отметили, публика в Рыбинском драмтеатре искушенная, ведь там регулярно проходят гастроли столичных театров. Душевность, чистота, костюмы. Мне очень нравится игра ваших актеров и постановки. Даже слезы в некоторых моментах наворачивались на глаза, потому что настолько все проникновенно. Очень рады, что попали на такой душевный спектакль. Игра актеров нам очень нравится. Великолепно передает характеры животных. Угадывали, мы угадывали даже еще до того, как они сказали, кто это по сюжету. Мы уже угадали, кто. Потому что актеры просто бесподобны. Вернувшись на родину, артисты на пресс-конференции рассказали о поездке. Конечно, были волнения, тревоги. Самая большая, из которых связана с тем, как примут. Артем Фоменко, актер и режиссер, признался, что ожидания не оправдались. Все-таки мы возили спектакль, который здесь уже, так сказать, накатанный нами. И всегда уже под спудом ждешь какой-то реакции именно в том месте, в котором она всегда и бывает. Там этих вещей не случилось. И вот Борис говорил, да, обновление крови. Это вызывало в нас, как в артистах, еще некий такой резонанс, когда ты про себя внутри думаешь, что это не так. А когда зритель уже в конце тебя аплодирует и кричит «Слава, браво!» Ты думаешь, что значит, вроде хорошо, значит, принимали, значит, понимали. Были и сложности. Весь реквизит, костюмы везли с собой. Сделаны они для наших подмостков. А сцена в Рыбинском театре внешне похожа на Бийскую, но глубже и шире. Пришлось подстраиваться. Вместо 10 маленьких шажочков делать гигантские. При этом не терять координации на коллегах. Гастроли — это всегда проверка и тебя, и коллектива, в частности, на прочность. Потому что это другая установка, это другой город, это другая сцена. Конечно, это проверка. И мы ее, по-моему, с достоинством прошли. Несмотря на плотный график, а актеры за три дня отыграли четыре спектакля, удалось посмотреть город. Вообще замечательно. Ухоженные все сады, все какие-то вот эти вот закоулочки, чистота. Кстати, да, очень чисто. Красота. Ни одного мусорного контейнера, честно говоря, на своей памяти не оставила вообще. То есть вот этих вот мусорных контейнеров, которые возле двора у нас, да, даже вот идешь, их даже во дворах нет. Кстати, еще очень... Какая-то реформа у них мусорная интересная. Артисты Бийского драмтеатра пообещали во время ответной гастролей провести гостей по исторической части Бийска, показать нашу реку, свозить на родину Василия Макаровича Шукшина. А вот как примут густевую трупы бийчане, будет зависеть только от них. Кстати, гастроли Рыбинского театра в Бийске начинаются уже сегодня. Евгения Ижутова, Евгений Казанцев. Будни. Тепло, комфорт и стиль. Со 2 по 8 октября в торговом центре «Созвездие» будет проходить выставка распродажа зимней обуви от белорусских производителей. Каждый покупатель сможет найти себе модель по вкусу. Зима уже стучится в двери, а первые заморозки заставляют задуматься о тепле своих ножек. Утепленные и комфортные зимние сапожки, ботинки и другая обувь ждут вас на выставке распродажи зимней коллекции от белорусских производителей. Ботиночки вот подобрала красивые, очень даже мягенькие, удобненькие. У меня ноги с проблемой, вот я как раз их и подобрала себе. Обувь будет шикарно смотреться на любых ножках и прекрасно подойдет людям с высоким подъемом и широкой ногой. А меховой слой не даст вам замерзнуть даже в самые холодные дни. Мер внутри мягкий, достаточно плотный. Подошва прочная, эластичная, устойчивая к морозу и к износу. Обеспечивает хорошую ароматизацию, сцепление с грунтом, то есть не скользит. Не упустите возможность приобрести удобную и качественную зимнюю обувь от белорусских производителей в ТЦ «Сосвездие». Теперь о погоде. Погода в Бийске 6 октября будет ясная. Ветер восточного направления слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Возможно, небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью похолодает плюс 4-6, днем теплее плюс 11-13. И это все, о чем мы успеваем рассказать вам сегодня. Если вы еще не поздравили своих учителей с праздником, напоминаю, не забудьте это сделать. Время еще есть. Кроме этого, хочу напомнить вам номер телефона нашей редакции – 313507. Звоните и сообщайте о интересных событиях Бийска. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok